О будущем говорить, чертей смешить, но мы все равно попробуем. Вернее, посмотрим на то, почему в последние годы его величество бокс начал уступать своей позиции и проигрывать в популярности смешанным единоборством. Приветствую вас, бетонные подбородки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на эпичные нокауты ММА. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит, а свобода бойца в клетке дает ему возможность сделать все, что он хочет, для того, чтобы все это увидели и восхитились. 16 июля 2016 года на Беллатор 158 неповторимый Майкл Пейдж во втором раунде нокаутировал Евангелисту Сантоса четким и неожиданным ударом колена в прыжке. Как Колобок отлично может дополнить всадника без головы, так и фантастический нокаут может преобразить любой бой. Именно таким преображением стал невероятный нокаут ударом Раскат Грома, который 16 ноября 2019 года на турнире Парабеллум исполнил Дэви Галлон против Роса Пирсона. О себе нужно спрашивать у других, а вот в клетке нужно отвечать за себя. И Джаред Гуден ответил, отправив Ладариуса Джексона в глубокий нокаут на первых секундах третьего раунда 22 июня 2018 года на турнире NFC 108. Позиция наших чиновников проста. Без меня вам нельзя, а со мной ничего не получится. Но у бойца должно получаться все. Особенно красивые нокауты. Прямо как это сделал Кристиан Агиллера против Рикардо Сейшаса 23 марта 2018 года на LFA 36. Оптимист это человек, который на кладбище вместо крестов видит плюсы, а боец всегда должен быть оптимистом и видеть момент для удара. Это отлично получилось 22 июня 2018 года на LFA 43 у Брэндона Аллена в бою против Ларри Кроу. Дракон следует за облаками, а тигр за ветром. Ну а боец следует за своими умениями и делает то, что умеет лучше всего. Топовый кикбоксер Алекс Перейра в очередной раз доказал, что ударная техника в ММА очень важна. 20 ноября 2020 года на турнире LFA 95 он просто разобрал Томаса Пауэлла, постоянно обстреливая по разным этажам, пока не выключил всю навигацию левым боковым. За боями многие любят наблюдать, но не участвовать. И это правильно, ведь бои это не обычный спорт. Тут не главное участие, а главная победа. А еще лучше красивая, как это сделал 5 марта 2018 года Стивен Робинсон против Шайна Джексона на турнире Ренегат. Если через полгода после выборов вам не стыдно за того, кого выбрали, значит вы на выборы не ходили. А вот на бои ходить стоит, так как бойцам стыдно не бывает. Особенно, когда они исполняют такие нокауты, как Тимоти Джонсон в бою против Тайрала Афорчуна на Беллатор 239 21 февраля 2020 года. Все люди гении, но если судить рыбу по способности лазить по деревьям, тогда все рыбы неудачники. А вот судить бойца нужно по его боям, особенно по нокаутам. А глядя на феноменальную вертушку от Магомеда Аббибулатова, который он на первых секундах вырубил Родриго Прая на турнире АК-112, можно сказать, что у парня точно есть способности. Когда один бок забывает, другой вспоминает. Главное верить в их помощь. А вот бойцу, кроме веры, еще нужны и умения. 26 ноября 2020 года на турнире АК-114 Камиль Анищук показал, что умения у него точно есть. Ведь нокаутировать Кристиана Бельски ему удалось с грандиозным хайкиком. Жить можно не только не так, как все, но и не так, как нужно. А вот драться можно как угодно, главное побеждать. У Джоша Куинлана в бою против Пита Киперса это отлично получилось. Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Так же и бои. Одних не устраивают, а другие находят выход из положения и отправляют соперника в нокаут. Именно это сделал Матэ Кертес в бою против Лукаса Пайкина 26 мая 2018 года на турнире Октагон-6. Одна собака залает в пустую, 10 подхватит всерьез. А в бою нужно делать пустые обманки и всерьез бить. Прямо как Хуан Арчулетта против Робы Перальты 29 апреля 2018 года на турнире Беллатор 201. Иногда одно решение меняет всю жизнь, а в бою частенько один удар меняет весь бой. Именно такой удар Сабах Хамаси и нанес Бобби Фолкеру 29 октября 2020 года на Беллатор 250. Классика – это то, что каждый должен прочесть, но никто не читает. А вот классика для бойца – вещь обязательная. Баканг Масюньян на One Championship 3 декабря 2020 года классическим хайкиком отправил к Морфею Рене Гаталана, чем очень всех опорадовал. Самый страшный гнев – это гнев бессилия. Но у бойца всегда должны быть силы сражаться. Прямо как у Юкиноры Агасавары, когда он отправил в нокаут Руи Ботельо эпичным локтем с разворота на One Championship. Нельзя споткнуться лежа в постели. А получить смачную плюху в клетке можно. Но несмотря на это, здоровенный Томаш Асвичинский все равно вышел на бой против фитнес-модели Эрко Джуна 9 июня 2018 года на турнире TSW 44, за что и получил отличный панч навстречу. Ничто так не украшает женщину, как удачно подобранный мужчина. А бой ничто так не украсит, как удачный нокаут на первых секундах. Прямо как в бою Гектора картины против Тайлора Бертфорда. Лучше молчать и считаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. А бойцу говорить вообще не нужно. Нужно делать свое дело четко и красиво. Прямо как Мамед Халила в бою против Скотта Аскема 10 октября 2020 года. Нет света без тени и нет победителя без проигравшего. Кому как не бойцам об этом знать лучше всего. Поэтому Рафаэль Карвальо в поединке против Мелвина Манхоффа 8 апреля 2017 года на Беллатор 176 сделал все для того, чтобы стать именно победителем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой нокаут вам зашел больше всего. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Это называется лебедь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok